Активисты, собаки и множество плакатов. Одесские зоозащитники вышли на Думскую площадь с требованием принять законопроект номер 5191. Так они надеются защитить уличных животных и добиться наказания для живодёров. За защитниками пообщалась наш корреспондент Екатерина Лапицкая. С плакатами и фотографиями хвостатых жертв живодёров, а кто-то даже со своими собаками. Мы её нашли полгода назад. Искали её хозяев, не нашли и оставили себе. Метеса зовут Плюша, и он бывший обитатель улиц. Ласковой собаке повезло. Теперь живёт в любящей семье и под защитой. Но множество других его собратьев не успевают спасти. Я очень люблю животных, и я не хочу, чтобы их убивали безнаказанно. Эта проблема не решается цивилизованным способом. То есть, с цивилизацией животных эти деньги разворовываются, и просто потом на оставшиеся крохи нанимают убийц, которые убивают животных. Каждый снимок в руках активистов – это трагическая история. Этот щенок жил на стройке. При том, что его привели собаки, которые тоже живут на стройке. Он настолько был добродушный, настолько хороший малыш, что вот просто реально не могу передать вам. Он был отравлен. При том, что он пришёл, чтобы ему помогли. Общественники говорят, так называемые док-хантеры и кэт-хантеры открыто призывают к уничтожению животных. Всё из-за безнаказанности. Правильно сказали, что маньяки начинали вот с этого. В конце концов, мы же одесситы. Надо немножко уже быть добрее. Хотя бы к ним. Потому что реально следующие будем мы. Просят депутатов Верховной Рады до летних каникул вынести на рассмотрение закон о гуманном отношении к животным. Он просто критически необходим, потому что насилие, жестокость заполонили, просто заполонили страну. Открытые призывы в соцсетях, фотографии, реальные насилия в жизни. Причём не только уже док-хантеров, а людей, которые на вид кажутся нормальными. Активисты рассказывают о страшных зверствах. Многие происходили на глазах у детей, но живодёров так и не наказали. Очень всё сложно. В основном это штрафы, 850 гривен. Но дело в том, что никто не доводит вообще до суда. Если на сегодняшний момент по первой части статьи 299 наказание за жестокое обращение с животными до полугода, и чаще всего это штраф, всё-таки а не арест, то там это также будет штраф, но санкции увеличены 3, 5, 8 лет. Кроме принятия законопроекта, зоозащитники просят власти остановить жестокую травлю собак и кошек. Предлагают гуманный способ решения проблемы – программу стерилизации бездомных животных.